Доброе утро. Сегодня среда и в Украине и за ее пределами происходит очень много событий. Так что у нас есть Скотт Риттер, который поможет нам во всем разобраться. Давай поговорим. Мы слышим новости из Авдеевки. Мы слышим все это. Еще раз повторю, это название множества маленьких городков, которые мы часто не можем произнести. И под словом «мы» я имею в виду себя, и мне кажется, если бы мне пришлось сложить все это воедино, я бы сказал, что, по-моему, украинский фронт рушится. Тыл тоже рушится, но давай поговорим о фронте. Как ты, Скотт Риттер, оцениваешь происходящее в различных очагах и в широком смысле на линии соприкосновения с Украиной? Ну что же, повторюсь, то, что мы наблюдаем, это результат военной математики. Украина расходует ресурсы и оборудование быстрее, чем их можно было бы восполнить. Ты знаешь, когда у них было достаточно ресурсов, чтобы иметь линию фронта с некоторыми резервами. Если бы у них не хватало людей, они могли бы перебросить резервы отсюда туда, но сохранить хоть какую-то сплоченность вдоль фронта. Сейчас мы видим, что в порядке, например, в Купянске, который является одним из тех городов, о которых вы говорите, для того, чтобы стабилизировать ситуацию на передовой в Купянске, Украине пришлось отвести подразделения, которые были направлены к российской границе. И таким образом они сокращают их численность. Теперь это создает уязвимость, потому что, если вы отведете эти войска, они теперь дадут России возможность в какой-то момент времени начать наступление военной операции. Я не утверждаю, что Россия собирается это сделать. Я говорю, что Украина находится в затруднительном положении. Для того, чтобы перебросить войска в одно место, им приходится перебрасывать их из другого и сокращать их численность. И это происходит повсюду на линии фронта. То же самое происходит и с нами, и как и с тобой, мне тоже иногда трудно произносить имена, и моя жена много раз поправляла меня. Много раз. Так что, дорогой, если ты смотришь, то мы начинаем. Это Адвика. Я думаю, что сказал это правильно, но скорее всего я этого не сделал. Но в Адвике это место было укреплено Украиной с 2014 года. Это самое сильно укрепленное место на линии соприкосновения, как бы прямо напротив Донецка. Это была линия фронта, центр и центр боевых действий с самого начала этого конфликта. Я разговаривал с российским военным аналитиком, и он сказал, что есть кое-что интересное. Они не пытаются зажать нас в клещи и окружить, потому что тогда тем парням, которые там находятся, некуда будет деваться, и они будут сражаться как демоны. Ты должен дать им возможность отступить. И, если они хотят остаться и сражаться, дай им возможность добавить еще мясо в мясорубку. Вот так Россия и поступила. И в результате украинцы сейчас настолько ослаблены, что оборона Адвика рушится. А украинцы, как правило, когда это происходит, начинают вводить войска и начинают контрнаступление. Несмотря на то, что мы говорим о развале украинской армии, эти войска все еще сражаются. Между прочим, они русские. Вот почему русские не сдаются. И вот мы наблюдаем, как это происходит по ту сторону линии соприкосновения. И то, что делает Россия, это просто поддерживает постепенное давление, и они собираются позволить полю боя определиться самому. В отличие от того, чтобы русские указывали на место на карте и говорили, давайте ударим. Воткнем сюда большую стрелу и попытаемся, знаете ли, выразить нашу волю на поле боя. Россия хочет сказать, что мы просто продолжим оказывать давление и позволим полю боя определиться самому. Операция Адвика превратилась в мясорубку, потому что украинцы решили превратить ее в мясорубку, точно так же, как это сделал Бахмут. Украинцы могли просто уйти из Бахмуда на возвышенность. Русские намерены продолжать оказывать давление, проводя небольшие операции. И по мере того, как они исследуют ситуацию, когда они находят слабое место, они используют это в своих интересах. Они будут давить чуть сильнее. Прямо сейчас русские доминируют на поле боя, используя системы вооружения, о которых мы раньше не говорили. Эти дроны с системой ФВ, дроны с видом от первого лица, эти дроны-камикадзе, они играют очень важную роль на этом поле боя, выслеживая украинскую технику. Выслеживая командование посты, выслеживающие отдельных солдат. Они превращают жизнь украинцев в сущий ад. То же самое происходит и с российской артиллерией. Она просто доминирует на поле боя. Это совсем нелегкая война для украинцев. Их просто уничтожают. Вы знаете, я думаю, что украинцы были убаюканы ложным чувством самоуспокоенности в прошлом году после своего осеннего наступления, когда русские заняли общую оборонительную позицию. А украинцы, как ты знаешь, воспользовались этим оперативным затишием, чтобы создать от 9 до 12 бригад, используя всю западную помощь, которую они использовали в этом контрнаступлении. У них не осталось ни одного из этих танков. И почему-то они думают, что в России наступит затишье. Никакого затишья не будет. Я думаю, что русские просто будут продолжать действовать, продолжать действовать, продолжать действовать. Я использую здесь историю индивидуалиста. Индивидуалист — это померанский шпиц. И когда я надеваю поводок, у померанцев, как и у любой собаки типа шпица, есть склонность хватать поводок и класть его в рот. И они это пережевывают. Теперь я покупаю совершенно новый поводок, и это один из тех толстых нейлоновых поводков. Он жует его, и он держится, но в конце концов, если пожевать достаточно, я тяну за него, и он лопается. Это и есть линия обороны Украины. Это была толстая нейлоновая штуковина, а русские — это кучка индивидуалистов, которые жуют вдоль этой штуки, оказывают на нее давление. В конце концов, это все равно сломается. Она вот-вот сломается, она вот-вот сломается. И именно это мы сейчас и наблюдаем. Грань между нами пересекается. И тогда русские просто прорвутся вперед. Я думаю, что Украина подходит к тому моменту, когда где-то в ближайшем будущем мы с тобой говорили об этом, но сейчас мы слышим, как украинцы говорят об этом, что им придется отступить обратно к реке Днепр. У них нет выбора. Когда эта линия обороны начнет давать сбои по всей своей протяженности, у них не останется иного выбора, кроме как предпринять стратегический отход. И я думаю, что стратегический отход может произойти очень скоро. Я взял интервью у Дениса Пушилина, он сказал, что эта война окончена. Он сказал, я не могу вдаваться в подробности, но он сказал, что все кончено. Украина не может продолжать сопротивляться. Он очень оптимистично смотрит на то, что происходит. Так что я думаю, что именно это сейчас и происходит на передовой. Это трагично, потому что гибнет много украинцев, гибнет много русских, гибнет много людей. Но это конец игры. Как я уже упоминал, самым смертоносным месяцем для вооруженных сил Соединенных Штатов во время Второй мировой войны был апрель 1945 года, когда все закончилось. Последний месяц борьбы за уничтожение нацистской Германии стоил дорого. Это был самый кровавый месяц для американцев. Так что ты знаешь, украинцам еще предстоит много сражаться. У них много зубов, они умеют кусаться, у них много ног, которыми можно легаться. Так что это не значит, что для русских все кончено. Нет впереди еще много сражений, но стратегически эта игра сет-матч. А еще, если ты знаешь Сунзу, искусство войны, что он говорит? Оставь своему врагу путь к отступлению. Не загоняй их в угол, потому что они будут драться изо всех сил. Если ты загонишь их в угол, да, ты можешь прикончить их. Но эта последняя группа будет сражаться, несмотря ни на что, что им придется потерять, верно? Так что логично предположить, что русские не прекратят бой только потому, что ты заставляешь их сражаться упорнее, во-первых. И во-вторых, они могут входить и выходить. И это реальность Украины. Если Россия продолжит оказывать давление, единственный шанс, который есть у Украины, это пауза, скажем, на 4-6 месяцев. Если будет оперативная пауза на 4-6 месяцев, Украина, возможно, сможет ввести в действие какую-то мобилизационную систему, которая сможет обеспечить 10-месячную мобилизацию, или войска численностью в 12 бригад. Ничего не изменится. Просто русские не становятся слабее, они становятся сильнее с каждым днем, сильнее, сильнее. Так что Украина ничего не может сделать, чтобы изменить этот исход. Запад ничего не может сделать, чтобы изменить этот исход. Все, что они могут сделать, это увеличить цену, которую платят украинцы и россияне. Но результат будет тот же самый. Мне также кажется, и вы знаете, насколько я могу судить, русские сократили использование ракет, которые стоят довольно дорого. Они используют беспилотные летательные аппараты. Они, скажем так, создают новый стиль ведения войны с использованием современных технологий. Ты понимаешь, что я имею в виду? Они не только приспосабливаются к условиям боя, но и придумывают новые способы. И теперь, когда у нас есть это, мы можем попробовать вот это. О, мы можем использовать это. О, это дешевле и дает больше эффектов. Ты понимаешь, о чем я говорю? Похоже, что они разрабатывают новый метод наземного беспилотного летательного аппарата. Они разрабатывают новый метод ведения боевых действий с использованием беспилотных летательных аппаратов. И на самом деле, похоже, что они отходят от ракет и дорогих вещей, и переходят к более дешевым в любом случае. Что вы думаете по этому поводу? Есть два беспилотных летательных аппарата, беспилотник Орлан, который является их разведывательным беспилотником. А потом пришли русские и сказали, что этого недостаточно для выполнения поставленной задачи. Когда они впервые запустили это устройство, ему не хватало определенных возможностей. Так что они усовершенствовали его. Теперь появилась усовершенствованная версия, которая просто выполняет все, что хотели сделать русские. Она передает разведанные. Они даже могут установить на нее что-нибудь такое, чтобы она могла стрелять и убивать, если захочет. Итак, Орлан исправлен. Теперь у них есть наземная установка, которая опять же начиналась как беспилотник Камикадзе в ограниченном количестве. Они не были уверены, как им пользоваться. Они выставляли его на всеобщее обозрение. Это убивало все живое. Но теперь русские извернули Ланцет, и теперь в версии Ланцет-53 или Ланцет-56, я не знаю, какой номер у них стоит после него. Это беспилотный летательный аппарат Рой. В принципе, дальность стрельбы больше. Ты можешь стрелять до 200 штук, которые будут взаимодействовать друг с другом. Они заманивают ее к себе, выбирают цели, а затем по сигналу просто спускаются и поражают их всех сразу. И ими управляет Орлан, который сейчас является чем-то вроде координатора беспилотников с материнского корабля. Так что это своего рода стратегические беспилотники, которыми занимаются русские, и они доминируют на поле боя. И мы видим, что они делают с шахидами прямо сейчас. Таким образом, стратегически русские используют беспилотные летательные аппараты, но настоящие инновации происходят на поле боя. Ты знаешь, на ранних этапах войска постоянно говорили, эй, нам нужны эти маленькие беспилотники, а российская оборонная промышленность никак не реагировала. И вот что случилось, промышленники или добропорядочные граждане пошли и купили сотни таких беспилотников. Они собрали деньги, а затем сами выставляли их на передовую и передавали войскам. И сами же войска разработали бы эту тактику. Они использовали ее в первую очередь для разведки, для поиска людей, чтобы можно было нанести артиллерийский удар. Они усовершенствовали эту технику, и это перестало быть чем-то вроде того, что командир батальона сказал, «Эй, кто из вас гиков играл в компьютерные игры в старших классах?» «Да, ты мой мальчик-робот, иди сюда. Работай здесь». У них теперь есть подразделения, которые выполняют маневры, и они бегают с рюкзаками, используя эти дроны, и по мере продвижения войск появляется маневренное подразделение. Следует за ними, быстро создает базу для беспилотников и запускает беспилотники, как только войска продвигаются вперед. Это часть плана маневра, который они поддерживают огневой мощью. Так вот, когда я продвигаюсь вперед, если у меня там что-то есть, и я не могу взять с собой артиллерию, я вызываю подразделение беспилотников. И беспилотник прилетает, и бам-бам-бам-бам поражает это. Это часть моего плана маневра. Но это дорого обходится. Эти беспилотные летательные аппараты стоят очень дорого. Так что теперь они выбрали лучший дизайн, и это действительно классная часть. Эти ребята привезли 3D-принтер, а также взяли этот беспилотник и отсканировали его. Прямо сейчас они печатают свои собственные беспилотники. Они буквально печатают свои беспилотники для передовой. Таким образом, они создают свои собственные беспилотники прямо на передовой, устанавливают их там, привязывают к ним что-то, и они взлетают. Чувак, война изменилась. Если бы я служил в морской пехоте сегодня, то знаешь, в моем прежнем качестве. Я бы стучал в дверь и писал письма, в которых говорилось, что нам нужно создать подразделение по маневрированию беспилотниками. Нам нужно взять парня и отправить его в Россию прямо сейчас, посмотреть, что черт возьми здесь происходит, и узнать об этом все, что можно. Потому что нам нужно делать это потому, что это новое лицо войны. Если ты этого не сделаешь, то с тобой это сделают. Я имею в виду, один парень сказал. Украинцы запустили беспилотник, не заставляли этот беспилотник зависать до тех пор, пока не разрядилась батарея. Затем беспилотник упадет на землю, и русские зарядят его аккумулятор, отправят его украинцам, и они писали на нем записки друг другу, ну знаешь, засовывали его себе в задницу, ну знаешь, ты идиот и все такое прочее. Там идет целая кампания по борьбе с беспилотниками. Эта технология постоянно развивается. Это увлекательный аспект. И я знаю, что я здесь, мистер мир, я должен быть против войны, и вы видите, как у меня на лице появляется восторг, потому что это классная штука. Я имею в виду, я знаю, что люди умирают, и я бы предпочел, чтобы этого не происходило. Но в деле маневрирования, в военном деле то, что происходит прямо сейчас, чертовски захватывающе. Продолжение следует...